Поддержка муниципалитетов по программе газификации, а также обеспечение питанием школьников с инвалидностью. Эти вопросы стали одними из основных на заседании правительства Тверской области. Подробности у Романа Быкова. На заседании, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение об увеличении уровня софинансирования из бюджета региона на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах. Им очень непросто принимать участие в программе, но это необходимо для развития предприятий и промышленности. Создание новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов, пояснил позицию властей Тверской области глава региона. Снижено до 1% тем, у кого численность меньше 5000 человек, у тех, у кого численность муниципальных образований от 5 до 10, это 98%. Ну и, соответственно, все крупные муниципальные образования остались на софинансировании 10%, 90% это областной бюджет по газификации. Также на заседании рассмотрели вопрос дополнительной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут получать бесплатное питание, даже если обучаются на дому. В соответствии с принятым на заседании порядком предоставления поддержки, школьникам с ограничениями по здоровью, получающим образование дистанционно, будут предоставляться продуктовые наборы в соответствии с возрастом и всеми требованиями СанПИН. Должен быть утвержден перечень продуктовых наборов, которые будут выдаваться в случае, если ребенок проходит обучение на дому. Поэтому все это идет в рамках развития поручения президента Российской Федерации. Считаем, что не то, что это приоритет, это и было, и остается, и будет приоритетом работы органов региональной власти и местных муниципальных образований. Кроме того, как и раньше, бесплатное питание в Тверской области предоставляется ребятам с инвалидностью, которые учатся в школах или колледжах, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а кроме того студентам организации среднего профессионального образования. При этом последние могут получать вместо питания денежную компенсацию.